Слава Украине! Привет всем от Полонского! Верховная Рада Украины вчера утвердила постановление о обращении в ЮНЕСКО и исключении оттуда фашистской России. Абсолютно справедливо. Почему? Потому что последней каплей, которая, скажем так, переполнила... Которой страна террориста, я имею ввиду Россию, конечно же, террористам, переполнила чашу терпения. Это удар по собору в Одессе и по центру города ракетами. Напомню, что весь центр Одессы это культурное достояние, которое является памятником ЮНЕСКО и культурное достояние человечества. Но расистские террористы, мародеры, садисты и бандиты ударили по этому достоянию ракетой. И ни одной, к тому же, да. Соответственно, они никак не могут быть частью ЮНЕСКО. Они могут быть только где-то на помойке с такими братьями по разуму, как Эритрея, ИГИЛ, что там еще, типа как Россия, да. Это Аль-Каида. Ну, вот это вот, сами понимаете, круг общения, да, вот этих вот людоедов. Надо сказать, что вот этот удар по Одессе, это не единственный вариант, когда фашистская Россия, или правильнее будет назвать террораша, ударяла по культурным объектам. Вы знаете, сколько они церквей разбили в Киевской области? Сколько они школ разбили? Сколько они домов культуры разбили? Это только Киевская тут за месяц, да. Если брать там Донецкую область, они ударили по Святогорской лавре, например, да. Сколько ракет летело по Киеву? Просто их позбивали, но если бы они долетели, они бы разнесли тоже центр Киева. Тот же Софиевский собор могли разнести, Михайловский собор могли бы потенциально разнести. Потому что это все летело по центру города. Вот когда вот последние были большие обстрелы, когда они просто огромным количеством ракет пытались проломить ПВО в Киеве. Ну да, сбили, сбили. А если бы они долетели? То есть тут, я в данном случае не говорю о том, что они попадали бы по гражданским. Я тут другая как бы тема видео. Я говорю о том, что они запросто могли снести, если касательно ЮНЕСКО и памятников архитектуры, памятников культуры, то снести могли бы ту же Печерскую лавру, могли бы снести, я же говорю, Михайловский, Софиевский собор и так далее, и так далее. Тут в Киеве огромное количество старых церквей, которые являются достоянием мировой культуры. Но расистам на это наплевать. А в Чернигове, что тут далеко ходить, они город раздалбывали с расстояния 5 километров, они под городом стояли. Тоже уничтожили и церкви, и все. Поэтому, в Сумах то же самое. Поэтому говорить о том, что расисты обстреливают только Одессу, и только поэтому их должны вышвырнуть из ЮНЕСКО, это несправедливо. Расисты уничтожают все, что видят. Если они видят какое-то культурное здание, они из него моментально делают точку, куда они стреляют. Поэтому, естественно, такая страна, такая страна бандит и террорист, не может быть никоим образом членом ЮНЕСКО, и я надеюсь, с этим разберутся, и с позором их вышвырнут оттуда, точно так же, как их вышвырнули, например, со всех спортивных соревнований. И вот некоторые только их спортсмены, то ли меняя гражданство, то ли каким-то образом выступая без флага, без гимна, без герба, проникают вот таким вот образом, знаете, как вот левой рукой чухать правое ухо. Вот таким вот образом проникают на спортивные соревнования, и даже там пачкают при этом. Только одна история с Харлан чего стоит. Ну, а пока что надеемся, что Россию просто вышвырнут из ЮНЕСКО, как паршевого кота, хотя паршевого кота как раз жалко. Слава Украине, привет всем от Болонского, по поводу вчерашнего прилета в Таганрог, ну и параллельно зацепим ответ российских фашистов в Днепр. Значит, смотрите, по Таганрогу там есть интересная информация, никто не мог понять, почему прилетела именно туда, туда, куда прилетела. Ну вот, мои подписчики, скажем так, мои подписчики из оттуда, не из Таганрога, но оттуда, оттуда, они говорят, что прилетела не просто так. Значит, насколько они поняли, там логово кибертеррористов было, туда, куда прилетела. И, вроде бы, казалось, небольшое невзрачное здание. Когда проверили, там есть некая фирма Контур. И вот эта Контур, она занимается как раз кибертерроризмом. То есть, это люди, которые работают по задаче ФСБ. Вот они располагались как раз в том здании, куда прилетела. Казалось бы, ничего особенного, там двухэтажное небольшое здание, старенькое, ничего из себя не представляет, и зачем по нему пулять, и так далее. В чем там вопрос? А вопрос не просто. Кстати, вот прилет, если вы помните, когда был по Москве, они говорят, нет, сбили, никуда не попало, вот, несколько дней назад, да. То же самое, Москва большая, прилетела почему-то там в невзрачное двухэтажное здание старой постройки, ну, которое не выглядит, да, вот на фоне огромных там домов соседних. А оно как раз выглядело, а там точно такие же сидели, да. Сидели расисты, которые занимались кибератаками. На весь мир, собственно говоря. Потому что Россия сейчас противопоставляет себя всему миру, соответственно, они гадят по всему миру. И вот точно такие же, судя по всему, с высокой, я говорю это с высокой долей вероятности, потому что мне там предоставили интересный материал, я посмотрел, да, действительно так. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что по Кумполу прилетело как раз точно таким же российским кибертеррористам, только уже на этот раз не в Москве, а в Таганроге. Ну, это мое мнение личное, скажем так. Я думаю, что с процентов, с вероятностью процентов 90 я прав. Вот так вот. На вот этот замечательный, как говорится, удар, расисты ответили ударом по Днепру, вы все это прекрасно знаете. Ну, что там можно сказать. Ну, прилетело по пустующей, сколько уже, полтора года, по-моему, пустующему зданию СБУ. Параллельно ракета зацепила крышу строящейся многоэтажки, точнее уже построенной новенькой абсолютно многоэтажки, в которой, слава богу, на тот момент на тех этажах верхних никто не жил. Соответственно, жертв нет. Ракета, несколько трехсотых было, там, по-моему, то ли три, то ли шесть человек, я точно сейчас вам не скажу. Слава богу, обошлось, если можно, так сказать, малой кровью. Потому что, сами понимаете, район плотно застроен, и, не дай бог, ракета там стрикошетила бы немножко вправо, немножко влево, быть в беде. Ну, а так обошлось, скажем так, материальным ущербом, ну, и, скажем так, ну, не более того. Ну, не более того. Так что, ребята, вот видите, проскакивает такая вот информация, что не все так просто, и наш ГУР работает нормально, и не просто так прилетает то, что прилетает туда, куда прилетает. Еще раз скажу, у нас есть очень большое количество ракет С-200. Это старая советская ракета, земля-воздух, ПВО. Ну, не точно такая же, но по типу С-300. Это более новая, с более дальним радиусом действия. Ну, а та же С-200 может лететь и под 300 километров, по-моему, там, 280 радиус действия. Что это такое? То есть мы можем достать практически все, что угодно. И, с моей точки зрения, ну, никак нельзя молчать, когда по нашим городам, когда по нашим, по Запорожью, по Харькову, эти фашисты по Херсону, по Очакову, по Никополе. Да, что тут перечислять? Начать и кончить, да, по суммам. Куда только они летят. Нельзя молчать в ответ, потому что бандитов и террористов, таких как Путин, молчание, либо не ответ, возбуждает. Они возбуждаются от вида крови, и они воспринимают это как слабость. Ни в коем случае нельзя давать слабину. По мере подготовки вот этих вот ракет, понятно, что за один день это все нельзя сделать. Я так понимаю, что работа уже ведется не один день. По мере подготовки этих ракет мы видим, что они довольно точные оказываются, как казалось, и довольно эффективные. Избивать их нечем у расистов. Значит, надо поступать с расистами аналогично тому, как они поступают с нами. Вот, собственно, и все. Все буду Украиной. Слава Украине. Привет всем от Полонского. При всем кажущемся, знаете, таком монолитном правлении Путина, оно не монолитное, и у этого кремлевского царька начинаются проблемы. Причем начинаются проблемы у себя внутри страны. И они могут вылезти ему боком со стороны, ну как вам сказать, даже не со стороны, я хотел сказать, что со стороны сторонников этого Гиркина, Пыркина, Шмыркина, Дыркина, но нет, не из-за них. Хотя вот Гиркин, Пыркин, Шмыркин, Дыркин, он может послужить триггером, да, таким, из-за которого это все полетит потом к чертовой матери. И вот о чем идет речь. Посмотрите, Пригожин устроил, есть хорошее украинское слово, заколот, бунт, бунт, смуту. Сбил кучу самолетов, убил кучу людей, захватил один город, попер на Москву, ну то есть там чуть не захватил ядерное хранилище. Путин сбежал из Москвы в результате, это ж позорище, да, что Путин убежал, удрал просто позорно, это все все видели. Правительство удрало, половина вообще за границу сбежала. То есть был полный раздрай, показал абсолютно полную несостоятельность российских силовых структур, которые просто разбежались. То есть показал абсолютно, история с Пригожиным показала абсолютно полную никчемность Путина и полную никчемность российской правоохранительной вертикали, которая просто испарилась и разбежалась от Пригожина. И Пригожин остается в фаворе, просто потому что Путин его боится, или боится тех, кто за ним стоит. И Пригожин встречается с лидерами африканских стран, как мы видели, Пригожину оставлено его ЧВК, да, без танков, без тяжелой артиллерии, но тем не менее. И он себя чувствует сухо-компортно, ему даже вернули деньги и наркотики, которые у него конфисковали, все это ему вернули. Зашибись. И тут же пример Гиркина-Пыркина-Дыркина-Миркина-Тыркина, который, ну, расшист до мозга костей, никаких бунтов против Путина не устраивал, но что-то там трындел, у него длинный язык. И его закрыли. Понимаете, и вот очень многие расшисты, и это действительно так, они в соцсетях спрашивают, а как так получилось? Вот этот чуть не скинул Путина, сделал Путина посмешищем всеобщим, сделал из него драпающего этого орангутанга, да, захватил пол страны, а этот просто языком телепал. И его посадили. Так, и вот очень многие себя начинают спрашивать, так может действительно надо Путина сбрасывать, и поскольку Путин такое ничтожество, Пригожин сделал его ничтожеством, так может действительно вот с Путиным надо поступать, как с ничтожеством? И вот в этом опасность для Путина. Я не говорю, что о людей, которые за Гиркина, Пыркина, Дыркина, Миркина, Шмиркина. Нет, конечно нет, не от них. Но от других людей, у которых есть мозги, и которые обладают властью. Они видели, что Путин ничтожество, что в ситуации, которая далеко не являлась смертельно опасной, он просто сбежал. Помним, да, как он драпал из Москвы? Соответственно, у Путина есть ничтожество, и с ним можно поступать таким образом, каким он поступает, с ничтожеством. И вот тут самая главная опасность для Путина. Его перестали бояться, его перестали уважать. Значит, вполне возможно, при определенном развитии ситуации, мы просто увидим, как его то ли отодвинут от власти, то ли его... Сами понимаете, что с ним сделают. У них так это принято. И, собственно говоря, на этом будет его история закончена. И с большой долей вероятности, вот это так и произойдет. И с большой долей вероятности, это будет довольно быстро. Потому что, ну, честно говоря, вот этот пляшивый старикашку, он всех уже немножечко поддостал. На России тоже. Так что, вот, ждем, ждем, ждем. Слава Украине, приветствуем, от Полонского. Давайте разберемся, зачем, как его там, Сергей Хуженетович Шойгу, это министр нападения или министр убийства Российской Федерации, ездил к собратьям по разуму в Северную Корею. Ну, официально это звучало, как какая-то там годовщина победы, великой победы северокорейского народа над южнокорейским народом, то есть, как там, узкоконечников над тупоконечниками, или как это так называлось. На самом деле, после этой великой победы северокорейцы начали активно жрать траву и укомплектовывать армию, а Южная Корея начала жить нормальной жизнью, строить нормальное общество, и все мы это прекрасно знаем, да, где производят Самсунги, замечательные LG и прочие пепелации. и девайсы, да. А Северная Корея, ну что, голодуха, голодуха, да и все, больше там ничего нет, нечего представить. Да, так вот, зачем он туда ездил? Все, ребята, очень просто, он ездил клянчить оружие, зная, что у Северной Кореи большое количество стволов артиллерии и боеприпасы. И, собственно говоря, вот это была единственная цель этого визита. Надо сказать, что, ну, тут трудно сказать, согласится ли Эким, у него же тоже паранойя, ему кажется, что у него должно быть гигантское количество пушек. Согласится ли Эким поставить на Россию большое количество своих, своей артиллерии? Трудно сказать, да и вряд ли он это сможет сделать. Я вам просто объясняю ситуацию. По морю не выйдет по ряду причин. Да, вот мне тоже. Кажется, что и корабли туда просто не дойдут. Будут конфискованы раньше. А вот по суше, ну, там есть одна железная дорога, Транссибирская магистраль, которая и без этого перегружена, и пропускная способность, это же одна колейка, пропускная способность, какой, которой фиг да нифига, вот честно и откровенно. И это первый момент. Второй момент захочет ли Эким в принципе. И, собственно говоря, единственное, о чем говорит вот этот визит, это о том, что дела у расистов хуже некуда. Потому что, ну, ехать клянчить оружие и боеприпасы у совсем уж нищей Северной Кореи и убогой, ну, это уже вообще мувы тонн, да, тут уже даже говорить не о чем. Интересно, что до этого Путин в свое время списал Северной Корее долг в 10 миллиардов, по-моему, долларов. Кстати, здравствуй, Африка, там еще 23 миллиарда списали. А тебе, лох-педальный расист, которого Путин обвешал долгами, кредитами со всех сторон, ты будешь все платить до копейки. А вот видишь, Северная Корея он списал, Африки он списал. Ну, это офф-топ, это отвлечение от главной темы. Да, там осталось еще порядка миллиарда долларов долга у Северной Кореи. Захочет ли Ким поставлять на эту сумму боеприпасы? Ну, это не принципиальная сумма, как бы. Может, захочет, может, нет. Скажу вам одно. Из этого визита выплывает одна вещь. У России дела совсем плохи. Если они просят дела, говорю, дела, если они просят оружие у нищей страны, убогой абсолютно, где население жрет траву, ну, это говорит о том, что склады пустые, а заводы не в состоянии поставить в армию необходимого количества боеприпасов, орудий и так далее, и так далее. Это все уничтожается с такой скоростью, что на фронте, что у расистов нет не то, что никаких шансов, а вообще никаких шансов эту войну каким-то образом продолжать. И единственным позитивным моментом для расистов вот из этого всего неудавшегося или тщетного воежа Шойгу в Северную Корею, ну, будет служить только внешний антураж. Почему? Потому что, когда он стоял среди северокорейских генералов, я, например, не мог определить ху из ху. Вот, собственно, и все. Все будет Украина. Слава Украине! Приветствуем от Полонского. Легион «Свободная Россия», точнее, его, как бы, гражданская часть, у них есть и гражданская, и военная часть, они опубликовали свое заявление по поводу взрыва в Таганроге. И это заявление, ну, оно в корне отличается от того, что мы до сих пор слышали и публиковали по поводу ракеты С-200, запущенной из Украины. Они выдают свой вариант на основе тех сведений, которые пришли к ним. Итак, по их сведениям, в ЕИСК, это Краснодарский край, была перекинута батарея «Бастион», «Бастион», которая плюется ракетами «Оникс». Были два запуска по Днепру ракетами «Оникс» из ЕИСКа, но что-то из одной ракеты и из другой ракеты пошло не так. Первая ракета упала аккурат по кумполу вот этим вот программистам из ФСБ, которые находились там возле Госбанка в Таганроге. То есть она не долетела. Это их, я еще раз говорю, это их версия этих событий. Я не говорю ни да, ни нет. А вторая ракета, второй запуск оказался тоже неудачным. Ракета упала в районе порта Азов на такой лесистой местности. То есть они утверждают, что это были не украинские ракеты, а российские ракеты. В результате было принято расистами тогда же решение атаковать Днепр другими ракетами другого типа Искандер, Искандер-М. И вот этими ракетами две из трех долетели. Значит, куда ответя попало, тоже непонятно. И они попали вот как раз по заброшенному зданию СБУ и там по жилому дому в Днепре. Вот такова версия Легиона Свобода России. Можно к ней прислушаться. Да, я тут еще один слышал, кстати, в эту же дудку, как говорится, еще одно объяснение. Я вам скажу, что от моих читателей тоже, значит, интересное такое заявление было. Они сказали, что в Таганроге ракета падала с южной или юго-восточной стороны. С стороны юга-юго-востока. Украина находится с другой стороны. Вот. Ну, опять, вы же поймите правильно, это надо видеть и надо... Короче говоря, надо провести хорошее исследование тут и расследование. Что откуда летело. То есть, возможно, расисты действительно долбанули сами по себе. Не исключено. Возможно, что это было наше С-200. Почему? То, как эта ракета падала, ну, мне она была похожа на С-200, вот на том видео. Но опять, видео снято было вживую. Там, где было это видео снято вживую, оно точно не показывает какая-то ракета. Да, профиль похож на С-200. Но, Бог его знает, может, это был Ионикс. То есть, пока что вопрос остается открытым. В любом случае, если это был Ионикс, он удивительно удачно свалился на голову. Туда, куда должен был свалиться. Тогда вот. Вот так. Ждем, как говорится, других новостей. Слава Украине. Привет всем от Полонского. Ну, что, друзья мои. Помните, мы с вами много раз говорили о том, что необязательно разбивать надо надо разбивать сам Крымский мост. Если есть мост в Чангаре, который можно, собственно говоря, гораздо проще взять и коснуть. И вся железная дорога расшистов, все это снабжение сломается. Так и получилось, судя по всему. Сегодня целый день по пабликам расшистов нисходит тема Чангарского моста. Гауляйтер Сосальдо заявил, что... Напомню, что Сосальдо стал гауляйтером после того, как Спермаусов предыдущий, значит, удалился на палубу крейсера Москва курсом русского военного корабля, да. Вот. А теперь у них Сосальдо, значит, это тоже Херсонский предатель. Да. Так вот он заявил, что повреждена повреждена железная мост, железнодорожный мост Чангарский и поезда ходить там больше не могут. Но, насколько мы можем судить по реакции Рашко Пабликов, то поврежден не только железнодорожный, но и автомобильный мост тоже. При этом тот же самый Сосальдо говорит, что Рашистские... Он вообще интересно, да, они так интересно вчера сказали, значит, вчера они заявили, что разбили абсолютно все наши самолеты Су-24 в Староконстантинове и все наши ракеты Storm Shadow. Да. Все они раздомбили, вот, и ничего не осталось у нас. Сегодня они заявляют, что наши самолеты Су-24 при помощи ракет Storm Shadow нанесли 12 ударов, 12 ракет сразу послали по Чангарскому мосту, при этом все 12 ракет Рашисты сбили, при этом Чангарский мост не работает, железнодорожная ветка и автомобильный тоже закрыт. Вы можете объяснить логику в том, что говорят Рашисты? Я не могу, например, описать слово вообще, да. Я, я, ну, раньше у них, знаете, только Коношенко клоуном таким был, вот рассказывал глупости всякие, а эти, значит, хлопали ушами себя по щекам и не снимая лапши, были довольны, вот какая великая Россия, уж как она постоянно побеждует или побеждяет, да. Вот, ну, потом уже и Путин начал нести подобное колесису, или его двойники, вот, и Сосальдо постоянно чушь собачью нес вместе со Спермаусовым, мы это все помним прекрасно, потом Спермаусов, значит, вышел в тираж, остался только Сосальдо, вот он сейчас несет такую же ахинею, то есть, искать логики у них не приходится, но мы можем судить по косвенным признакам, косвенные признаки говорят о том, что поезда не ходят, а расистские паблики полные сообщения о том, что через Шенгар никого не пускают, автомобили, автомобили, значит, поврежден автомобильный мост тоже, и всех разворачивают на Армянск, вот-вот и вся песня, да, это множество сообщений таких, в Шенгаре большие очереди и никого не пропускают, ни с той, ни с другой стороны, ну, мы, смотрите, мы пока что принимаем это все к сведению, вы знаете, что все, что угодно может быть расистской провокацией и трендежом, но, можно говорить, с высокой степенью, с высокой степенью вероятности о том, что Ченгарский мост, таки все, ну, может быть, временно, может, как-то не полностью, но, таки пока что он не работает, разберемся сейчас, вот, в течение суток ближайших, я думаю, что там и как произошло, и какие именно ракеты, что они там сбивали, они вообще, по-моему, еще ни одной ракеты в Storm Shadow за все время не сбили, ну, ладно, хай рассказывает, хоть 12, да, хоть 52 ракеты, говорите, что сбили, главное, что они долетели, да, а говорить можно все, ребята, в сухом остатке похоже на то, что Ченгарский мост, ну, как минимум, не работает, посмотрим, насколько это серьезно, и насколько это вообще все имеет место быть, пока что, вроде бы как, да, и в этой связи совершенно бесполезным уже становится Крымский мост, и самое смешное, другое, вот эти все паблики, Рожка паблики, пишут, в них пишут в основном российские туристы, это надо быть каким идиотом, ехать в Крым, российские туристы, которые пытаются проехать в Крым, ну, я еще везу с собой детей в зону боевых действий, ну, у меня просто слов не хватает, вы бы еще в Сомали поехали, хотя, с кем это я. Слава Украине, привет всем от Полонского, ребята, не успел Зеленский еще вот день назад быть в Одессе, смотреть, осмотреть, что там произошло после российско-фашистского налета на собор, на центр города, ну, все мы об этом уже знаем, он был там, как сегодня, прошли буквально чуть больше суток, он уже на Донбассе и посетил несколько прифронтовых городов, в том числе, Часавьяр, то есть он был, фактически, Зеленский был от фронта, там, я не знаю, буквально 10 километров, сколько там, 15, не знаю, побывал, повстречался с нашими героями служб специальных операций и наградил, поздравил с праздником, надо сказать, что наши ССО, это просто герои, делают очень нужную работу, которой не всегда люди знают, что она делается, и не нужно, чтобы все знали, но она делается, и она ослабляет расистов, ой-ой-ой, расисты от одного упоминания ССО, у них коленки дрожат, и слюна летит, непроизвольная, да, так что, большое спасибо нашим службам из специальных операций, и Зеленскому, который был там у них, тоже, который не побоялся, который ни первый, ни второй, ни третий раз, так, мой кот туда не ездил, сразу скажу, был на фронте, хочется только спросить у расистов, а шо ж ваш Путин, все так же там, да, сидит вот это вот, в бункере с чемоданчиком, да, и все гадит, гадит туда, и гадит, он даже, видите, он такой трусливый ваш Путин, что даже к этим, вот руководителям африканских стран двойника, тройника прислал, там не пойми, вообще говорят, двое было за это время, вот так вот, да, уже о том, чтобы Зеленский, говорю Зеленский, чтобы Путин поехал на фронт, или приблизился к фронту километров на 200, вы все прекрасно помните вот это позорище в Мариуполе, когда туда даже не двойник приехал, а тройник, вообще какой-то непонятно, левый, не похожий даже на оригинал, хотя о чем это я, а может и оригинала никакого нет, не знаем же, кто его знает, что у них там творится, в любом случае, конечно, Зеленский тут поступил, ну, в общем-то, как он всегда поступает, тут ничего не скажешь, во время войны, особенно вот в этой ее части, конечно, так вот, скажу, что одно, слава Богу, что Зеленский не боится, вот этой всей огромной России, что он ни в коем случае не идет ни на какие компромиссы, а Путину передать, что, а что можно Путину передать, вот, от всех от нас, только то, что поется в песне харьковских фанатов про Путина, больше сказать нечего, и да, наше ССО с профессиональным праздником, и удачи, и победы над российско-фашистскими захватчиками. Слава Украине, при этом от Полонского, Япония ужесточает санкции в отношении так называемой России, да, так вот, японцы практически, не практически, а запретили продажу на Россию автомобилей объемом двигателя более 1,9 литра, то есть фактически все, что 2,2 литра и выше все, ку-ку, то есть все джипы абсолютно, вот, особенно я так представляю, как рашисты, у которых есть деньги, будут без Крузаков и без Прада, это, конечно, удар ниже почек, без Хайландеров и так далее, но это все тоже под запретом, также Тойоты Авенсис, вот это все, где-то 2-х литровые движки, насколько я знаю, это все тоже, до свидания, а также запретили электромобили полностью из Японии, также автокресла, автозамки, короче говоря, кучу всякой дребедений, кучу технологичных всяких вещей, кучу ништяков, которые, ну, которые эту нишу попытаются занять китайцы, но опять-таки, вы поймите, сейчас вот, чтобы вы поняли, какая ситуация, голодуха с автомобилями, автомобильный голод, да, на России, если там, начали, вот я только смеялся, продавать иранский автомобиль, не помню, как он называется, там сложное название, только я из всего названия запомнил плюс в конце, да, за 17 тысяч долларов, де-факто, это автомобиль уровня Lada Vesta, я даже не знаю, как она выглядит, но, видимо, какое-то жуткое, какое-то ведро с гайками, но, вот эта иранская машина, которая сейчас там на ура идет, это машина, которая, которой 36 лет, это ухудшенный Peugeot 405, помните 405, когда были, это, боже, я же такой молодой тогда был, тогда она считалась хорошей машиной среднего уровня, это был конец 80-х, начало 90-х, да, и вот они, эти иранские машины стоимостью 17 тысяч долларов, представляете себе, продают на ура, ну, когда нет японских, покупайте, как говорится, иранские, но вы знаете, что самое прикольное, самое прикольное в том, что вот эти роптать не будут, пультиноиды не будут роптать, их все абсолютно устраивает, Путин сказал, знаете, что он им завтра скажет, я буду на голову какать, а вы будете это все языком слизывать, и вы знаете, что они это будут делать, будут говорить, что это божья роса, и что так и надо, ну раз вождь, бункерный вождь приказал, значит воши должны облизываться. Слава Украине! Привет всем от Полонского и доброе утро, ребята! Оно сегодня по-настоящему доброе, потому что сегодня неизвестно какие беспилотники прилетели прямо в Бордер, на Москву туда. Прямо к Путину в гости. Еще вчера он рассказывал африканским лидерам, какой он великий, какой он могучий. Как он там всех победил, победял, победил. А сегодня утром ему по пляшивому кумполу как раз и прилетело. По тому самому кумполу, которому он, как он говорил, победил. Поэтому Путин, голова она не для того, чтобы есть и не для того, чтобы глупости говорить. А голова она, в общем-то, для того, чтобы думать. Ну а с этим у тебя хреново. Итак, сегодня, ребятки, в 4.15 утра, начиная с 4.15 утра, прилеты, прилеты неизвестных беспилотников по Москве. Фото, видео, свидетельства этого у нас на телеграм-канале уже десятки. Ссылка, как обычно, вниз, в описании к данному ролику. Переходим, смотрим, кайфуем от этого, ребята. Таких кадров я давно не видел. Ну, в общем и целом, расскажу вам следующее. У них есть район, который называется там Москва-Сити, Шмити, как-то так, да. И вот по этому-то району, собственно говоря, и прилетело. Кстати, абсолютно законная мишень. Почему? Потому что там в одной из башен вот этих вот, только не башни Кремля, а башни вот этого Москва-Сити. Там уродские такие, они стеклянные. Прилепили, налепили. Их, кстати, снести неплохо бы. Ну, портят. Портят пейзаж, честно говоря. Да, так вот, в одном из них находилось сразу три российских министерства. В том числе, министерство цифры, что-то такое. Короче, прилетает прямо туда. Ты дышь, они не ожидали. Там интересно, некоторые просто снимали это видео. Ну, просто видео. Пришли люди, может, иногородние, может, еще, я не знаю, что они там в 4 утра делали в районе этого Москва-Сити. Короче говоря, оно прилетает им прямо. Ну, мы уже хотели что-то снять сами себе. И тут только ты дышь такой над головой. Одно, второе. Короче, красота. Интересно, что их ПВО рассказывает о том, их министерство обороны рассказывает о том, как ПВО все позбивало. Все они так удачно сбили. Рэбы отработали. Кстати, о работе рэбов. Это отдельная история. Почему? Потому что... Ну, что рэбы? Рэбы, понимаете, если ПВО, да, рабочая, не такая, как у расистов, оно разбивает этот снаряд, ракету, этот, скажите мне, беспилотник на кусочки. И там, да, могут быть какие-то проблемы с падением кусочков этого беспилотника. Что же касается рэба, он просто делает его неуправляемым. Вот представляете, летит, допустим, беспилотник, а на нем там килограмм 30 взрывчатки. Он куда-то там летит. А рэб делает его неуправляемой гранатой. Лусь. Но я вам скажу так, что на этот раз, по всей видимости, все-таки был запуск управляемый, потому что попало точно в окошко этой Минцифры. Там сейчас эти все бумажки по всему городу летят. Раскидало их. Люди их поднимают с пола, читают сверхсекретную документацию. То есть попало по центрам принятия решений. Именно то, что хотел Путин. Помните, он там пищал, визжал из своего бункера с чемоданчиком наперевес, что значит по центрам принятия решений. Ну, на тебе по центрам принятия решений. Получил? Распишись. Иди гать в чемоданчик дальше. Ребята, короче, их ПВО показалось, что оно полное лайно. Никуда не годное. Они сразу запустили контрверсию. Мы в Крыму сбили 100-500 миллиардов беспилотников в тот же самый день. Я не слышал, чтобы наши атаковали Крым. Им, короче, надо сейчас отвлечь от этого вот факапа, который получился у них на Москве. Надо какой-то чушью отвлечь внимание. Они сейчас начинают полную ахинею, околеситься, унести про какие-то другие атаки, которые они отразили. Что вы там отразили? С Чангаром, кстати, тоже. Как там Чангар? Дышит? Или уже не? Уже никак, да? Вот я же за это. Вчера там получилось. Вы тоже сильно там отражали. Но вот как-то недоотразили эти вот все свои, как говорится, ваше ПВО сработало, как всегда, собственно говоря. Так что, друзья мои, квинтэссенция этого всего дела прилетела четко по центрам принятия решений. Абсолютно легитимные цели. Отработано красиво, качественно. Реакция аборигенов на видео, кто будет смотреть на телеграме, просто бесценно. Единственное, в чем можно согласиться с Путиным, что все идет по плану. Все будет Украина. Слава Украине. Привет всем от Полонского. Ну, мы сегодня все так увлеклись вот этой вот атакой неизвестного, неизвестных беспилотников по утренней атакой по Москве. когда беспилотники четко отработали по центрам принятия решений. Кстати, занесите Путину еще парочку чемоданчиков. Что мы вот не обратили внимания на информационную шумиху, которую разводят расисты, пытаясь вот, знаете, растащить, как бы разбавить информационным, бессмысленным информационным шумом вот эту успешную атаку. И второе это Чангар, 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 да. Вот я Чангар имею ввиду. Смотрите, сначала Москва, как они потом, как они пытаются это все замять. И Чангар, там где они, у них точно такой же факап, и они пытаются его тоже каким-то образом замять. Москва. Красивейшая атака беспилотников, залетают в форточку там министерств, бумажки с этих министерств летят по по всей Москве. Ну, просто феерическое зрелище. Кстати, у них сегодня оказывается день военно-морского флота. Да, большой привет. Еще, я думаю, там прилетят и по флоту, но не важно. Да, значит, зрелище абсолютно феерическое. ПВО грустно на пол шестого в сторонке, вы как всегда это знаете. Вот, они тут же рассказывают, начинают рассказывать, как они, вот прямо сейчас рассказывают, как они удачно в Крыму перехватили 25 беспилотников, все сбили. Какие беспилотники в Крыму? Похмелитесь. Сегодня ночью, я лично атаки беспилотников в Крыму сегодня ночью не слышал. То есть, они начинают выдумывать, 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 им надо как-то эту Москву размазать. Позорище, да, несусветное. вчера, Чангар, Чангар, четкий такой прилет, Storm Shadow по, и по ЖД, и по автомобильному мосту, потому что там сейчас пробки, это ЖД не ходит больше, ну, короче, ремонтировать все надо. Попали как надо, попали все хорошо. Что они делают? Опять запускают какую-то, знаете, информационную бульбу, которая должна все это размазать, как-то испарить. Сосальдо начинает в стиле Спермаусова рассказывать о том, когда они сегодня отлично отработали, 12 ракет Storm Shadow сбили, а что не 112? Сначала вот момента, когда мы начали использовать ракеты Storm Shadow, дай бог, если они за все время сбили одну или две. Ну, по-моему, и одной не сбили. Все, что мы запускаем, все прилетает. Туда, куда надо как раз, да. И знаете, как вот Сосальдо а потом Сосальдо рассказывает, да, они попали по железнодорожному мосту, но попали только по будке, где эти вот смотрители сидят. Ага, верю. Охотно верю, да. И 12 штук вы сбили межгалактических крейсеров с Альфа-Центавры. Угу. Вот таким вот образом это все происходит. А в сухом остатке, ребятки, за последние два дня четкий прилет по Чангару. Я всегда говорил, Чангар гораздо ближе к Крымскому мосту. Нет, Крымский мост надо отрабатывать. Это однозначно, его надо сносить. Это незаконное строение, ему там не место в Крыму. Это сомнение не подлежит. Но Чангар, я же всегда говорил, это гораздо ближе, гораздо менее защищен. И гораздо проще в отработке. А эффект точно такой же. Ну так они отработаны, вот и все. А ваше ПВО, ваше ПВО, оно вот в Москве вот такое. Кстати, я еще смеялся, эти идиоты, они на полном серьезе, слушайте, у них там, я не знаю, кто у них там это самое, ответственные, что за ПВО, что за россказни потом. Ну в принципе для ватопитеков все нормально, они это все хавают нормально, лапша висит на ушах, они это все, они эту лапшу сходу едят, нормально, хорошо получается. Да, но они же рассказывают о том, как у них замечательно работает РЭП, я уже в каком-то видео об этом говорил, когда работает РЭП в черте города, он превращает любой беспилотник, любую ракету в снаряд, который падает по неизвестной траектории, куда попало. Он его не уничтожает, он его тупо сбивает с курса. Одно дело, если это делается, например, не в Москве, а где-то там в полях, ну он где-то завалил, вот как наши, завалил там ракету где-то в огородах в Киевской области, Искандер только хлюп туда на полшестого, все, ничего не работает, все сломалось. Да, взорвался, да, но он взорвался где-то в огороде. А эти, значит, докладывают и с таким упоением говорят, что они, значит, средствами РЭП подавили два беспилотника в центре Москвы. Ну просто нет слов, это, бывает тупость, бывает сверхтупость, а бывают действия Министерства обороны Российской Федерации, ну это, как говорится, уже верхняя ступень, да, этого всего дела. Так что, ребята, могу вас поздравить с хорошим утром, расистам насыпали как надо, это Москва, ну а вчера, да, подтверждается атака по Чангару, Чангар отработали на славу, слава Украине. Слава Украине, приветствуем от Полонского, пресс-алкаше российского МИДа, Машка Захарова озвучила новую цель, так сказать, спецоперации, и мы уже знаем, это была деноцификация, демонетизация, милитаризация, еще что-то типа этого, уже все не актуально. Короче говоря, сейчас Машка Захарова только вот при Путине заявила, что цель спецоперации это помощь Африке, правильно, и больше не меньше. Оказывается, Россия напала на Украину для того, чтобы помочь Африке, по крайней мере, об этом вчера говорила Машка Захарова. Более того, она заявила, что российские солдаты в Украине приперлись в Украину погибать, чтобы сражаться за свободу африканцев. Русские. Что вы на это скажете? Слава Украине, приветствуем от Полонского, многоходовочка, бункерного, вот эта африканская многоходовочка, обернулась для него полным фиаско, поражением, что называется, и позорищем. И так он кривлялся вместе с Захаровой и с другими своими клоунами, просто как уже, знаете, точно что клоуны перед африканскими лидерами, выставляя себя совершенно в идиотском свете, убалтывая их, неизвестно, ну, известно на что, на то, чтобы они плюнули на Украину и позарились на вот эту российскую подачку, кому 25 тысяч, кому 50 тысяч тонн зерна. Это капля в море, чтобы вы понимали. И, вы знаете, что, африканские лидеры его просто попустили. Там в Африке две самые серьезные страны, которые делают погоду. Это Египет и, конечно же, ЮАР. Так вот, президент, что Египта, что ЮАР, четко и понятно сказали мункерному, что давай, давай зерновую сделку, потому что без украинского зерна Африка пропадет. Путин пытался им втулить ворованное украинское зерно из Крыма, из временно оккупированной части Херсонской области, с которой он скоро вылетит, как пробка из бутылки. Это все не прошло, это все оказалось полным бредом. Африканцы его даже не стали слушать. Не надо там покупаться на внешний антураж, когда там несколько дурачков пели российский гимн. Это все ерунда, это все бред. Путин даже устроил для того, чтобы, знаете, воздействовать каким-то образом на Африку, устроил переворот в Нигере или при его участии устроили переворот, очередной переворот в Нигере. Это тоже ничего не дало. Дело в том, что, понимаете, Путину нечего африканцам уже предложить. В свое время, он себя, кстати, вот в своей дурацкой вчерашней речи, там он выступал, показывая свою полную глупость и ничтожество. Я даже не хочу разбирать это все дело, что он там вчера молотил языком, потому что это пропаганда и полная чушь. Но один момент был очень интересен. Он постоянно сравнивал, вот видно, что человек живет в прошлом, видно, что человек недалекий и тупой, как дверь. Он что делал? Он постоянно, он несколько раз своей глупой речи сравнивал сегодняшнюю, так называемую, Россию и СССР. И вот мы тогда помогали Африке и мы сейчас помогаем Африке. И мы тогда помогали и мы сейчас помогаем. Значит, смотрите, тогдашний СССР, будучи абсолютно закрытой страной и не завися, собственно говоря, от каких-либо поставок из-за границы, мог себе некоторое время позволить помогать режимам типа вот Ангольского, Фиопского, Сомали в свое время, конечно же, да, и так далее. Гвинея, Бесау, там много было клиентов, которые очень любили жить за советские денежки. Ну, тогда достаточно было сказать, да, я вот советский курс, там социалистический курс, построение развитого там социализма или какого-то там коммунизма. Все, на тебя просыпался дождь из грузовиков ЗИЛ, на тебя сыпались там какие-то фабрики абсолютно несуразные, ненужные в этих странах, которые потом в результате просто разворовывались, продавались на металлолом. На тебя сыпалась какая-то нефть или бензин и так далее. То, что мог Советский Союз поставить. В результате это все и разорило и похоронило Советский Союз в том числе. И вот сегодня Путин просто берет и показывает, что ему так нравится, как это все происходило при СССР, не понимая того, что при СССР это происходило максимально жалко, глупо и привело к распаду СССР, просто потому, что он тратил деньги то на Анголу, то на Афганистан, то еще куда-нибудь. А потом деньги кончились. Вот и все. И это все развалилось, оказалось никому не нужным. Вот сегодня этот Путин показал, что он просто хочет вернуть все в зад. Это слово зад для него оно просто знаете сакральное. И он показал, что это человек, который просто смотрит назад туда. В результате от африканцев он, собственно, ничего не добился. Вот сегодня после венцом этого всего маразма, который был в Петербурге, стало выступление пресс-алкаше российского МИДомашки Захаровой, которая то ли она не протрезвела, то ли она уже давно в запое и не в состоянии адекватно оценивать ситуацию, но она просто не моргнув глазом заявила, что российские солдаты подыхают в Украине за свободу африканских стран. Я даже не хочу этого бреда комментировать. Вот вы сами прокомментируете, что это значит. Значит, уже у них было за родину, за Сталина, за Ленина, за Ким Чен Ина, но за африканские страны они еще не дохли. Оказывается, за африканские страны вот теперь самое то сдохнут за африканскую страну под Донецком. Я вообще не понял. Но это то, что она вчера сказала. Ну, они пытались, понимаете, они каким-то образом пытались купить лояльность африканских лидеров, ничего из этого не вышло. Вот сейчас происходит позорный парад в Санкт-Петербурге морской. Кстати, неплохо, чтобы туда, конечно, пару беспилотников прилетел, вот это смеху было бы, конечно. Вот, Путин, видите, побоялся приехать во временно оккупированный Севастополь, как и в Новороссийск, куда что-то может очень просто прилететь. Вот, оно ж трусливое, оно там на север поехало, да? Там думают, что ему поспокойнее будет. Тоже не факт, может еще что-то и пролетит, откуда же, мы же ничего не знаем. Вот, и, значит, он там принимает, пока он там принимает парад, а знаете, кто с ним принимает парад вместе? Там, чтобы вы поняли глубину деградации, там сейчас вместе с ним находится, я даже не знаю, как его назвать, представитель Мали, есть такая республика, да, абсолютно нищая, в Африке, где каждые там полгода, там, каждый год, ну, два года происходит военный переворот, так вот, последний вот из этих вот людоедов, которые, которые я отдвинул в сторону других и захватил там власть и тиранит собственный народ, он даже не прогласил себя ни императором, ни президентом, он просто капитан вооруженных сил Мали, который захватил и там вышвырнул прошлого, да, президента, который хотя бы был президентом, а этот никто, у него никакой даже должности нету, у него есть пулемет ручной, вот он, вот он власть захватил, может, у него есть пулемет, потому что он может, но у него нет должности, и вот этот чудик из Мали, у которого нет должности, он единственный, кто сейчас с Путиным принимает этот парад, вот вдумайтесь, да, в глубину падения, когда-то к нему приезжали премьеры Италии Франции, президенты приезжали там Шольц, Шольца не было но вот старуха Меркель была, точно да, и там целовала его в комсомольские губы, в десны там целовала его, очень она его любила и любила Германию подставить вот а теперь что, кто к нему едет чудик из Африки, у которого нет должности, который просто взял пулемет, пошел, прогнал президента или убил его, я там даже не знаю, что там произошло у них, вот, и с этим пулеметом сидит в президентском дворце, не очень-то понимая что он там делает, но видимо он очень важный при этом вот представьте себе уровень деградации этого всего дела и еще уровни деградации, смотрите Африка Африкой, то есть его просто прокинули, африканцы сказали не-не-не, ты давай зерновую сделку, а потом мы с тобой поговорим хотя бы о чем-нибудь, отказались от его вот этого шарового зерна и так далее, по-моему только Сомали согласилась но Сомали же тоже там не сильно существует опять-таки это глубина деградации потому что Сомали не существует больше есть отдельно Сомали, есть отдельно Сомали Ленд, есть Пут Ленд и еще что-то, там 4 государства сейчас одновременно существуют в Сомали разных, они абсолютно разные деньги имеют да, то есть ничего общего между ними нет ну вот, ну вот эта часть там где Магадиша это значит Сомали осталось вот эту часть, ну чушь собачья да, вот уровень падения да, так вот сейчас Саудовская Аравия организует встречу минуточку 30 стран по украинскому, по украинской тематике по украинскому вопросу будет там представители Украины конечно же, будут представители глобального юга и знаете, кого там не будет там не будет России а почему их туда не пригласили за ненадобностью как говорится, у меня все многоходовочка удалась слава Украине, привет всем от Полонского ну что друзья мои, к нашей любимой рубрике на какое там, на 30 июля 23 года потери российско-фашистских войск в Украине приперлись к нам с оружием убивать женщин и детей отхватили люлей ну а дальше вы сами знаете и так, где они тех самых люлей отхватывали на сегодняшний день а все то же самое давайте сначала разберемся что где происходит и так, самое тяжелое самое тяжелое направление это Сватово и Маренко Маренко Донецкая, соответственно Сватово, соответственно Луганское под Сватово расисты освободили от своего присутствия два села, которые они якобы раньше захватили ну как они их захватывали но не удерживали вот там Новогригорьевка, если я так не ошибаюсь и Надия так вот и в том и в другом уже их нет и там и там освобождено от российского присутствия соответственно все их продвижение вот все вот эти жертвы которые они там положили в местных штурмах все пустое под Маренко они опять-таки запустили на убой большое количество живой силы и техники из Шторм-Зет это ЗЭКи раньше они шли в Вагнеры теперь они идут в этот Шторм-Зет продвижение 0 конечно ситуация там тяжелая они пытаются штурмовать но успеха нет у них дело плохо дальше это конечно же вот Бердянское направление и направление грубо говоря там на Мелитополь и там и там наши продвигаются и там и там расисты рачкуют заткуют уже к основной линии обороны наши прошли очень много минных полей до Токмака было в свое время в начале всей этой ситуации до Токмака было 22 километра сейчас уже насколько я знаю там 17 километров расстояния и знаете чем дальше наши их продавливают а по другому даже и сказать нельзя тем хуже у них ситуация просто потому что резервов им не хватает обученных резервов не хватает минные поля тоже имеют свойство когда-то заканчиваться и глупость их командования тоже не оставляет надежд для них для оптимизма и Бахмут под Бахмутом наши жмут в Клещеевке продолжают и в Курдюмовке и в других местах тоже жмут очень сильно и те пятятся и у них нет другого выхода то есть мы прекрасно видим что расистам не удается не то что переломить ход сражения им не удается никоим образом остановить наших так что все еще будет за вчерашний день у Кондропуплено 480 оккупантов таким образом общее количество путерастов отправленных на концерт Кобзона ну или на лекцию Жириновского как кому больше нравится на палубу подводной лодки Москва которая когда-то была крейсером составила рекордные 245 тысяч 700 голов неплохо ну и вчерашний день очень был результативным на технику 14 танков путинских отправлено в утиль сырье общее количество с начала войны 4205 а также 11 путинских грузовичков нет извините меня броневичков грузовичках позже их там больше общее количество 8178 продолжается пушечный геноцид расистов то есть наши отрабатывают их артиллерию 9 пушечек за вчерашний день всего 4795 почти 4800 также был уничтожен один бук общее количество 459 средств ПВО самолеты вертолеты пока 315 311 и беспилотники 4 штуки за вчерашний день было сбито общее количество 4011 не считая тех беспилотников которые сегодня ночью были сбиты это другое тут еще 8 штук насбивали дальше по автотехнике я же говорил что больше 28 путинских грузовичков и автоцистерн у Кондропуплина соответственно общее количество грузовиков которые у Путина как корово языком как говорится слезало 7275 ну и одна единица спецтехники что дает нам 711 штук единиц спецтехники в общей сложности с начала российско-фашистского вторжения спецтехника напомню это всяческие рэбы командные пункты то есть это вещи которые тяжело восстановить в силу того что полупроводники свои России не выпускают им приходится где-то это тырить завозить контрабанд на еще что-то делать и ну плюс эта вещь сама по себе очень дорогая каждый рэб извините меня это от 20 до 50 миллионов долларов на секундочку да это все очень дорогие вещи так что иди сделай таким образом ребята наши продолжают ну я сейчас молчу за Чангар который наши отлично отработали обрезав им железную дорогу и мост наши отрабатывают сейчас очень хорошо по Макеевке по Донецку вчера были видео то есть мы видим что очень хорошо выносятся тыловые коммуникации логистика склады с боеприпасами это все выносится ослабляется российский тыл а разослабляется тыл значит накроется и фронт вот увидите и наши обязательно как это говорил Жириновский они побоют ноги в Индийском океане наши обязательно пройдутся по набережной Ялты наши воины да и вообще туристы пройдутся по набережной Украинской Ялты